Приветствую, друзья! Вы на канале OnlyTopGames, с вами Громбал, и мы продолжаем выживание в игре The Infected. В прошлый раз мы с вами построили вот эту симпатичную теплицу, в которой произрастают нужные мне растения. В частности, три вида овощей, из которых я буду делать салатик, чтобы прокачивать свое здоровье. В последних обновлениях здоровье и выносливость повысили до 300 единиц. И с помощью специальных салатиков можно их повысить до максимума. Короче, я специально начал ночью, в принципе, на этом же моменте мы с вами остановились в предыдущий раз. И скоро, уже совсем скоро, должна начаться защита. Это 39-й день. Защита от зомби, а точнее вамби, происходит каждые три дня. Но эту защиту я собираюсь сделать по-другому. Не как обычно, скажем так, а с помощью уже усиленного персонажа. Ну, а точнее его экипировочки. А перед началом, я бы хотел посоветовать игровой канал Метатом. Здесь вы видите летсплей по играм совершенно разных тематик. От хуроров и выживалок до ретро-классики. Кстати, он тоже сейчас проходит The Infected. Автор не гонится за суперзадросом или скиллом, а размеренно и наслаждаясь проходит игры. Чтобы вы могли полностью погрузиться в сюжет и проникнуться ламповой атмосферой. Видео выходит ежедневно, поэтому не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Ссылочка на канал Метатом в первом закрепленном комментарии. Как вы знаете, мне пришлось исследовать все новые шесть города в Амби. И там было очень много лута. В частности, я насобирал кучу, короче, кевлара и ткани. Это то, что мне нужно было, чтобы изготовить последнюю экипировочку. Так, где это можно найти? Еда, мебель, справочник, броня и одежда. Вот что я давно хотел протестировать. Смотрите, что у нас есть. У нас есть броня, а точнее броник, для изготовления которого нужна ткань и кевлар 5-10. Получается, есть еще ножная броня или наголенники. Можно изготовить на верстаке, тоже нужна 5 тканей, 8 кевлара и есть обувь. До этого момента кевлар я очень хранил, но после последних обновлений, так, можно изготовить на верстаке. Я, в принципе, не заморачиваюсь, поскольку лут будет появляться каждые 10 дней. И это реально круто. Так, 5 тканей я себе выписал и 10 кевлара. Разделить половинку и, наверное, еще разделить вот так вот и вот так вот. Начнем с самого главного, броника. Броник у нас есть. Дальше, наголенники, 5 получается ткани, нужно есть, и 8, 8 кевлара. Так, разделить, 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 хотя можно было закидывать, в принципе, правой кнопочкой мыши. Есть. И остается только обувь. Обувь раз, два, три, четыре кевлара и 4 разделить, 1 и 4 вот так вот ткани. В принципе, все, в принципе, все, мы с вами справились. И теперь давайте посмотрим на нашего персонажа. Все сразу отправилось на нас. Теперь у нас есть шлем, который, кстати, уже скоро может подпортиться. Есть броник, который дает 14 к броне. Так, это зимняя. Так, есть еще плюс 10 на голеннике. И есть ступни, которые дают 6 к броне. И начинается, друзья. Это все дело начинается. Для чего я это все делал? А делал я для того, чтобы попробовать защититься от вамбить чисто с помощью катаны. Единственное, получается, оружие, которое добавилось в последнем обновлении ближнего боя. Железное, кстати. Да. И мы попробуем сделать эту защиту чисто без лука, чисто одной катаны. Получится, не получится. Все характеристики вы можете посмотреть в правом нижнем углу. 100% здоровья имеется. И я хочу проверить. А вот на этом товарищи и проверим. Какой ром? Да блин, нифига себе, товарищ. Разнес две ловушки. Я, кстати, их, наверное, это моя вина. Ну. Он бросил. Он бросил наш нос. Здоровье осталось на том же уровне. Вы видели? Но катана валит серьезно. Эй, ты, товарищ. Проблема в том, что теперь... Атаки вамби переделали. И они все не атакуют меня, как раньше. Они атакуют строение. Где, 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 где? Иди сюда. Иди сюда. Вы посмотрите, друзья. Я сейчас специально дам себя ударить. Эй, кто, кто? Ну, блин. Хватит рушить мои заборы. Заборы хватит рушить, я сказал. Так, есть еще? Кто меня ударит? Где он стукает? Зараза такая. Где, гадость, это стукает? Эй. Так. Ну, ударьте меня. Да, ё-моё. Вы посмотрите. Никто даже... Ну, давай, бей, 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 бей. Смотри. Башкой. Нифига себе. Вы видели новую атаку? Он только что стукнул в бомб своим по мне. Прикольно. Но, друзья, обратите внимание. Никакие... Я не знаю, тут есть ли какие-то там консольные команды или нет в этой игре. Но посмотрите. Здоровье осталось 100%. Это значит, что наша броня действует самым... Ну, мне кажется, вообще наилучшим способом. Мы сейчас посмотрим, она нам подпортилась, не подпортилась. И как всё это дело выглядит. Мне кажется, она вообще на 100%. Вы посмотрите. Сколько по мне были? 36 написано брони. Ну, вообще шикарно. Просто шикарно. Да, эти гады подпортили мне ловушечки. Я их обязательно отстрою. Это, в принципе, не проблема. Они дешёвые, недорогие. И очень хорошо защищают от вамби после последних обновлений. Но мне именно хотелось продегустировать. Вернее, протестировать. Протестировать вот эту броню. И очень, если честно, понравилось. Всем рекомендую совету. Если уже исследовали города вамби, сделайте вот себе такую обновку. Ну, по крайней мере, зимой это хорошо. Потому что зимой, я говорю, все эти вещи дают тепло. Скажем так. Мне кажется, чтобы их скомпенсировать, нужно одеть какую-то охлаждающую одежду. Так, вот эти штаны. Это зимние штаны? Нет. Давайте оденем летние штаны, чтобы было охлаждение. Потому что всё остальное даёт к теплу. Посмотрим, буду ли я летом перегреваться. Тепло плюс 16. Видите, здесь показало. Но посмотрим, посмотрим, как летом на эту всю броню можно будет таскать. Что ж, в принципе, неплохо мы защитились. А с утра уже продолжим строительство нашей базы. Очередное доброе утро. И что мы имеем? Нет, это всё же зима. Я подумал, что пришла весна, но не тут-то было. Наоборот, пришла эта жёсткая буря. И что у меня не так? У меня не так с белками. Так, давайте докушаем, в принципе, вот эту сушилочку наше мясо. Где-то бегает, я слышу, лиса. Но, в принципе, мы ограждены. Так, жажда и ещё бы углеводиков. Но с углеводиками не проблема. Давайте посмотрим, как функционирует наш умывальничек, который мы в прошлый раз поставили. И теперь он должен быть включён. Да что ж ты будешь делать? Вы посмотрите, какая жёсткая буря. Так, давайте включаем колодец. Он вообще включен? Да, вроде бы работает. И я замерзаю, друзья. На улице очень жёстко холодно. Мы сейчас с вами проверим максимальную нашу утеплённость. Если так можно выразиться. Одеваю зимние штаны. У меня зимняя куртка. Плюс вот эта вся моя броня. Тепло плюс 30 или просто 30 показывает. Короче, мне кажется, это круто. И в помещении, я думаю, должен просто идти перебор. Перегрев, точнее. Так, давайте всё-таки попьём, пока я не заговорился. Так, наполним водичкой. И вот так хотя бы сделаем. Всё, отлично. Так, давайте пройдём до теплицы и посмотрим. Буду я мёрзнуть на улице вот в такую холодрень, да? Минус 37 градусов. Это серьёзно. И я пока не замерзаю. Кстати, я в прошлой серии случайно сделал головку железной кирки. Давайте её как-то сделаем. Потому что, чё её просто так таскать? И получится, эх, неподходящий. Но я смотрел, что с него всё-таки можно что-то сделать. Так, головка можно изготовить на наковальне. И... Ага, железная кирка на верстаке. Не проблема. Вы посмотрите, как я утеплился, друзья. Как я утеплился, что даже в такую бурю продолжаю вообще не... А чё на верстаке или на улучшенном верстаке? Было же написано. Вот, на улучшенном верстаке железная кирка, ещё одна. И как раз у нас есть свободный слот. Красиво, красиво. Так, отлично. Что дальше мы продолжаем делать? Утеплились по самой неболу. Дальше мы разбираемся с нашими углеводами. На улице метель. Минус 37 градусов. А вы заходите в свою теплицу. И даже не закрывая дверь, у вас 23 градуса. Это же круто. Это просто круто. Вот так вот берёте, собираете урожай, который может быть использован ради перегонки в этот, как его... Испорченную еду, из которого можно делать биотопливо. Так, оверхитинг. Вы понимаете, сильно я уж удобрился. Вернее, утеплился. И в помещении пошёл перегрев. Я, в принципе, об этом и думал. Поэтому всё же лучше, наверное, оптимальным решением будет это, конечно, одеть охлаждающие штаны. Короче, собираю я здесь урожайщик. Часть из него, конечно, пойдёт на испорченную еду. Возможно, хотя, в принципе, банок масла куча. Но вообще-то, эту теплицу я планировал под крафт, скажем так, или изготовление разных салатиков. То есть, три типа одного растения, овощей. Дают салатик, из которого можно делать здоровье. Кстати, можно это сейчас и продемонстрировать. Я потом всё это дело вновь посажу на грядки. И буря закончилась. Давайте, друзья, разденемся, потому что я так просто реально перегреюсь. Мне кажется, всё-таки охлаждающие штаны – это то, что нам нужно. То, что вот так вот мы оденем, и у нас должно быть всё нормально. Или всё равно оверхитинг. Вы посмотрите, в помещении. И я же от этого ещё и теряю здоровье, вы понимаете, что… Или что, заходя, всё время придётся раздеваться, но я даже и не знаю. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, как можно изготавливать салатики, которые дают объекты еда. Именно восполнение ХП. Потому что выносливость мы с вами, еду-еду-еду, справочник, уже восстанавливали. Еда и напитки. А вот со стаминкой или здоровьем обстоят дело похуже. Так, вегетарианский салат. Один огурец, один кукуруза, один картофель и одна пустая банка. То есть, все те растения, которые я выращивал, нужно по одной штучке. Это вообще совершенно не проблема. Мы сейчас вот это наглядно и продемонстрируем. Я, правда, пожирал, блин, все огурцы, но хотя бы один салатик точно сейчас сделаю. Можно изготовить... А, одну кукурузку забыл. Да, вот так вот. Вот так вот. Получается, вот такой вот салатик. Было у нас 100 единиц. Съедаем. И должны были получить... А что мы не получили? Подожди, я что не тот приготовил? Это, наверное, просто восстановление салатик. Не дочитался. Подождите, справочник еда, броня. Можно изготовить... Отличный источник витаминов. Я понял, это просто витамины. А где же... А, вот. Мясное рагу. Да, отличный источник белка. Вот. Нам нужно, друзья. Мясное рагу. Ё-моё, я не то прочитал. Да, сырое мясо, сырая рыба и картофель. Это смесь рагу, а из смеси рагу, насколько я понимаю, правильно? Потому что информации об изготовлении нет. Вы посмотрите, это баг, что ли, после обновления с помощью смеси для рагу. Ну да, вот, короче, есть смесь для рагу, мясо, картошка и рыба. И потом это всё в печи можно перегнать в мясной салатик. Ну, пока что зима, рыбы нет, так что сделаем это позже. Зато источник витаминов теперь у нас будет однозначно. И для зимы мы будем спасены. Зимой мне однозначно просто не хватало. Очень сильно здесь грядки все перемерзали. И зимой вот именно доживал я срок уже без витаминов совершенно. Но теперь этой проблемы нет. Так, что? И здесь я замерзаю. Там мне жарко. Да ёшкин кот, блин, что ж ты будешь делать? Давайте оденем таки эту куртку. И наши мучения, я думаю, на этом должны уже закончиться. И спасибо большое, ранний доступ. Я вылетел из игры. Но, в принципе, не так давно было сохранение. Всё восстановилось. И всё у нас хорошо. Я... ух ты, какие эффекты. Я, короче, одет. Да, всё так же само сделал. И даже собрал и приготовил растение для посадочки. Так что всё у нас отличненько. Так, давайте это всё дело сделаем по-быстрому. Я здесь посчитал, что в теплице можно у нас сажать три вида растений. И если достроить ещё по одной грядочке, то получится как раз ровно по шесть штучек. 18 грядок у нас получится. Еда. В принципе, мы... Вернее, водой мы полностью обеспечены. Всё у нас отлично. И вот только что мне необходимо. Это в этом уголке комплекты другие. Еда, напитки. А где она была вообще? Я уже всё позабывал. Так, постройки, объекты. Мебель, другие. Не тут еда, еда, еда. Вот. Мне нужно просто в этом уголке впихнуть ещё по одной клумбе. И тогда будет идеальная, скажем так, картина. И ровно три вида по шесть овощей мы сможем сажать. Так, гвозди, гвозди, гвозди. Не проблема. И осталось только шестнадцать досок. Так, посмотрим, что у нас с лесопилочкой. Мне кажется, мы сейчас последние запасы используем, чтобы это построить. Пятнадцать, шестнадцать. Вообще, чётенько, чётенько все хватило. Как просто, как было и рассчитано. Так, одна клумба есть. Вторая сейчас клумба есть. Полив тоже включим. Сюда досажим картошечку, да. Здесь любое другое растение. Ну, пусть будет огурец. Там огурец раз. Над визуальной частью мы ещё поработаем. Возможно, в центре нужно было посадить картофанчик. Да. А по бокам высокие растения. Ну, да ладно. Сейчас дело не о красоте, а о том, чтобы мы могли делать себе салатики, которые постоянно восстанавливают наши витамины. Потом этот салатик можно будет чередовать с другим, который восстанавливает выносливость. А вот уже летом или весной наловить побольше рыбки, поохотиться. Так, здесь воды достаточно? Нет, недостаточно. Давайте включим, выключим. Что с нашим колодцем? Включить насос, да. Так, и посмотрим, воды достаточно? Да, всё, воды достаточно. В общем, эта теплица просто must have. Вы обязательно должны её построить. И тогда вообще никаких проблем у вас с питанием не будет иметься. Так что у нас вообще по характеристикам более-менее нормально. Осталось у меня здесь, да, осталось. Я, кстати, уже приготовил несколько ещё салатиков дополнительно. Так что теперь я однозначно не пропаду. Вот этот кусочек мяса можно съесть, а вот это вообще полностью попить. Мы красавцы. Итак, друзья, что мы ещё с вами будем делать? Как вы помните, мы здесь с вами строли-строли никак не достроим нашу электричку. Ну, потихонечку её я буду доставить. В принципе, можно будет сегодня хотя бы один ветрячок ещё достроить. И эту энергию нужно куда-то тратить. Во-первых, 100 единиц тратится у нас на колодец, как вы знаете. 100 может потреблять наш экстрактор масла. Но я его сейчас уже выключил, потому что, в принципе, там накопилось 30 с чем-то банок. Мне кажется, хватит. Генерируется 180. Значит, у нас есть остаток целых 80 единиц, которые, это при включенном колодце, можно же его отключать, нужно куда-то потратить. И я знаю, куда. Значит, что у нас есть? Тем более, в свете, скажем так, предстоящей охоты на мясо. Что у нас есть ещё в электричестве? Вообще, давайте посмотрим, что мы с вами уже построили. Здесь практически всё строили, ну, разве что, кроме стеклянных стен. Если вам это интересно, напишите, обязательно попробуем их. В объектах вот все эти станочки построены. В хранилище, в принципе, всё построено, кроме стоек для ящиков. Я не знаю, нужно, не нужно, потому что ящики уже можно складировать после определённого апдейта друг на друга без проблем. Так что стойка, в принципе, не нужна. Здесь, а вот здесь, как раз вот не всё построено. Умывальничек, который производит чистую воду, мы с вами сделали. А вот холодильник, который как раз потребляет 75 единиц электричества. А у нас остаток 80. Мы с вами ещё не строили. Поэтому я обязательно предлагаю какой-то он маленький, этот холодильничек, построить ещё и холодильник. Разместим его, скорее всего, вот рядом, да рядом с умывальником. Вот здесь его и поставим, отчего, в принципе, нормально. Возле кровати проснулся и сразу хомячий холодильник. Круто, круто. Короче, давайте смотреть, что для него нужно. И вот с этим есть небольшая проблемка. Так, электрические детали 10, медные слитки 3 и железных слитков 25. Это просто как приговор. Но с электрическими, да там, электрические же, не механические детали проблем нет. Это после последнего исследования городов в Амби. Забросили. Отлично. Ещё и парочку осталось. Это не проблема. Далее, смотрим, что у нас есть далее. Медные, вернее, да, медные слитки. Раз, два, три. Тоже, в принципе, не проблема. И опять же, проблема начинается с железными слитками. 25 штук. Вы знаете, железные слитки, хотя, в принципе, почти, почти, можно сказать, почти. Да, все запасы я сейчас потрачу как раз вот такие на них. Знаете, что мы делаем? Медную руду всё мы изымаем обратно этот ход конём. И обратно вот туда запрём этот блин. Нужно будет сделать ещё один. Или, в принципе, можно один забрать будет с алюминиевой руды. Мне их так много больше не нужно будет после того, где начинается эта зона. Вот здесь уже начинается. После того, как мы закончим строить ветряные станции. Но и вот здесь он должен был уже добывать, начать добывать. Железные слитки в перемешку с фрагментами, перемешку с камнями. И это будет долговато. Пока что предлагаю, конечно, просто по-быстрому наплавить камней. Или у меня где-то имелись ещё запасы, которые я, подожди, находил с городов в Амби. Так, что у меня есть? Где-то были. Были где-то слитки 100%. О-о-о-о! Шикарно! Смотрите. Я эту железную руду специально не плавил. Я отложил её, чтобы можно было сделать стальные слитки. Поскольку они делаются из железной руды и свинцовой. И поэтому у меня здесь был НЗ, неприкосновенный запас. Но сейчас я вот два пожертвую, чтобы долго, скажем так, не тянуть. 25 слитков на холодильник. Так, в принципе... А, нет, здесь есть алюминиевый. Это очень дорого. Дорогое приобретение. Я надеюсь, что я не пожалею, друзья, об этом. Так, давайте это всё дело плавить. Что-то у нас фрагментики. Да, фрагментики извлекаются. Фрагментики, может быть, тоже могут быть использованы. На слитки. Но я предлагаю их сделать... Ух ты! И камешки закончились. Совсем другое применение. Ладно, значит, пока всё это дело плавится. Забросим сюда и вот это. Пусть плавится и вот это. Кстати, нужно сделать ещё одну стоечку под алюминиевые. Потому что как-то не хватает. Так, с этим разберёмся чуток позже. И сейчас я, друзья, всё-таки предлагаю отправиться по камень. Как раз вот металлическая кирка, которую мы делали, которая у нас ещё одна есть в запасе, пригодится. И камень добывать мы будем с помощью, конечно же, кирки и нового способа, который разработчики нам подарили. Это очень быстро, удобно и вместительно. Скажем так, я забрасываю вот два имеющихся ящика в тележку. Берём свою тележечку и погнали к ближайшим валунам. Там, кстати, возможно, даже и немножко поохотимся. Так, закрываем двери, потому что есть вот эти горундучки. Еноты, которые могут воровать у вас прямо со стоек ваше мясо. В общем, я отправляюсь, друзья, по камне. Моя цель побольше, но вернее не побольше, а вот этих два ящика забить камнями доверху. И когда будем уже готовы, тогда и будем крафтить. Во, нашёл месторождение камня. Давай долбить. Моя тележка полна, ещё в инвентаре имеется камень. И я добрался до своих... Без масла, кстати, но ещё, в принципе, им запаса хватает. До своих экстракторов. Заберу пока что чисто только алюминий, чтобы я мог перемещаться. И таким образом... Ой, это вообще хорошо. Мы с вами ещё и выплывем алюминия, чтобы всё-таки возможно собрать ещё один ветрячок. Всё, в принципе, моя миссия завершена. Всё отлично. Мне кажется, вот этих всех фрагментов хватит на какое-то определённое время. Кукуруза. Не могу пробежать. Хотя и дома имеется теплица. Всё, возвращаемся на базу. Там нас ждёт очередное строительство и крафт. Так, ну что, я дома. Переносим эти ящички. Всё, как обычно, в дом. И я уже чувствую приближение весны. И погодка ясная. Посмотрите, мне кажется, даже снег потихонечку начал тать. Приближается тёплый сезон. Не знаю, как у нас сложится с этой бронёй. Получится её летом носить или нет. Но, конечно, посмотрим, проверим и протестируем. Тихо, тихо. Не так сразу. Я забыл, что я ещё подгружен алюминием. Так, здесь у нас уже что-то подплавилось. И я думаю, этого, в принципе, достаточно будет. Ой, с алюминиевыми слитками. Вообще шикарненько. Просто шикарненько. Чтобы уже достроить холодильник. Так, всё это дело имеется. И всё-таки, друзья, да, всё-таки нужно взять и перестроить вот здесь немножечко этот угол. Значит, кобальт. Давай вот переставим. Пойдёшь сюда, скорее всего, да? Вот так вот. А здесь построим ещё одну стоечку. Объекты хранилища, да, для алюминиевых слитков. Поскольку их становится уже многовато. И хранить 20 штучек нам не хватает. Не помню, где здесь какая правильная сторона. Но сейчас я, когда его примощу, по-любому, или когда закончим строительство, это будет видно. Так, нет гвоздей и досок тоже нет. Ну, с гвоздями. Это, в принципе, не проблема. Забросим сюда кобальтовые. Нечего их таскать. Отлично. Гвозди. Это, опять же, ещё один, зараза. Ой, это не проблема. Но, опять же, железные слитки. На всё уходят железные слитки. Поэтому, всё-таки, это малое, но есть проблема. И что у нас и 15 досок. Дотащим, не дотащим. Давайте посмотрим. Так, ещё два медных забрасываю вот сюда. Железные слитки пока что забросим вот сюда. Здесь у нас всё это дело плавится. Для камней уже тоже места нету. И осталось донести 15 досок. А это? Ага, не сделано. Ну, ещё. Сейчас быстро сделаем. И, кстати, нужно закончить ловушки. Как всегда, по хозяйству куча просто проблем. Так, доски делаются. Да, это уже 6. Я сейчас ещё быстренько заброшу. И мы с вами по-быстренькому закончим ловушки. Пока здесь будут пеляться и делаться доски. Вот с этим автоматическим станком просто вообще шикарно это делать. Мне он очень нравится. Работает автоматически на банках с маслом. И масло это мы тоже уже с помощью экстрактора добываем. Так что вот такой вот замкнутый цикл получается. Так, пусть это делается. И насколько я помню... Ой, всё вместе мы крафтим. Насколько я помню, оставалось там немножечко верёвок. Не помню, правда, сколько. Поэтому возьму вот такую целую пачечку. Так, пачечка верёвок есть. И давайте закончим те ловушки, которые нам, в принципе, эти зомби и поломали. Да? Так, здесь у меня всё вброшено. Брёвна, палки, всё вброшено. Оставались только верёвки, которые я при вас вот и заканчиваю. Птички бегают, но пока что пёрышки не нужны. Всё, в принципе, ловушки восстановлены. Готовы к обороне. Они отлично работают после последних обновлений. Зомби практически не пропускают, если не 100% прочности. Но после каждой защиты нужно их, конечно, ремонтировать. Так, смотрим, что у нас с алюминием. С алюминием. Алюминий, в принципе, готов, закончен. Как раз вот пойдёт наш новый шкаф. Ещё один слиток остался. И вот это всё тоже, 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 тоже. Вот туда забрасываем. Просто чётенько. 15 досок берём, блин, капец. Ах, опять буря. Я, видите, ошибся, друзья. Я ошибся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я ошибся, поскольку думал, уже весна. А на дворе всё та же жёсткая вьюга. Так, вот этот шкафчик мы с вами достраиваем. Смотрим, какой стороной он поместился. Лицевой. Значит, всё отлично. Красиво, красиво, аккуратно и вместительно. Вот были бы грядки. Кстати, что у нас здесь? Всё выросло. Всё просто отлично растёт. Были бы грядки, это было бы печаль. Нужно было бы поддерживать температуру в доме. А теперь я вообще просто не парюсь. И это мне очень нравится. Давайте заканчиваю, друзья. Холодильник ты наш. 25 слитков. Мне их и жалко, потому что всё-таки, блин, капец как дорогостоящий это получается. Очень-очень дорогостоящий. Эти слитки пока что у меня самые проблематичные, потому что делаются либо из камней, либо из железных фрагментов. И цельные, они падают очень редко. Нет месторождений специально для железной руды. Всё, что вне зоны вашего действия, вот такой площади этого кружочка, считается железной зоной. Но там не каждый раз выпадают целые слитки. И, блин, мне не хватило одного. Это печально, но мы как раз вот с этих фрагментов и выплавим один слиток. Хотя, возможно, мне не хочется тратить фрагменты, потому что я их хотел пустить на совершенно другое дело. Сейчас проверю. Есть хоть там хоть какой-то фрагментик. Получился, не получился. Вот в этом экстракторе, который мы перенесли, и тогда уже будет... Да, да, в принципе, два даже получилось. Тоже неплохо. Неплохо и один железный фрагмент. Если бы там каждый раз были одни железные фрагменты в перемешку с камнями, тогда было бы круто. А так, как бы, долговато ждать. Ну да ладно, ничего. В принципе, накопим. Это не вопрос. И ждём, когда вот выплавятся эти слитки. Ещё один слиток, и мы с вами готовы. И, кстати, пока этот слиток плавится, мы с вами... Хотя, наверное, если на него будет железный, тогда не смогу выплавить. Так, комплекты другие. Я хотел, друзья, ещё посмотреть на новый агрегат, который здесь появился. Справочник. А где он вообще находится? Я его когда-то видел и находил. Постройки, объекты, верстаки, хранилища, электричество, еда. Нет, не то, не то. Вот он. Вот он. Но, опять же, на него нужны железные слитки. Так что я накоплю, и потом мы посмотрим, как это всё дело работает. Это новый прибор, агрегат, который появился именно после последнего обновления 9.3. Чтобы можно было затачить весь железный, скажем так, инструмент. И, я надеюсь, оружие. Потому что потихонечку наша катана начинает портиться. Там большой запас. Но всё же. Готово, друзья. Я доплавил и не удержался ещё, наплавил куча камней. И теперь у нас имеется, в принципе, запас на ещё 10 слитков. Один готов и есть железные фрагменты. Но, я их пока не хочу плавить, потому что хочу их применить немножечко для другого. Как раз уже потемнело. Вот, наверное, это и посмотрим. Так, что я хотел сделать? Вот он. Вот он, красавчик. Белый, савдеповский какой-то холодильник. Вау! Вот так он, получается, использован. Но! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На 20 единиц. Насколько я понимаю, мяса у меня нету. Но давайте посмотрим, портится ли в нём что-то другое. Нет! А нет, портится. Так, подожди. А время должно заморозиться или нет? У них должно было быть одинаковое время. Закрываем холодильник. Он вообще включен или нет? Нет, давайте пойдём проверим, кстати, что там у нас вообще. Почему мы поросили? О, белки. Как раз белки. Белки можно вот так вот подъесть. Да, кстати, можно было и мясо копчёное туда засунуть. Так, холодильник. А, он не включен. А как его, типа, это, включить? Подожди. Подожди. Как его включить? Энергия-то у нас есть. Да, у нас куча 1900 накопленного электричества. Запрещу эту кота. Но кого ты пугаешь? Бегаешь, пугаешь постоянно. И использовать холодильник. Вот так вот. Так, а он должен автоматически включить... А, выкл. Вкл. Ну, по идее, он должен быть вкл. Если я правильно понимаю. Так, ещё раз смотрим. Да нет, он выкл, блин. Возможно, кнопочка неправильно пронумерована. Но сейчас я поставлю по-другому. Так, вот так вот. Вкл. Ну, давай попробуем вкл. Сейчас посмотрим. Сработало, не сработало? О, заработал. Всё, зелёненькая кнопочка. Значит, вернее, зелёным горит эта маркировочка. Которая, кстати, тоже появилась после последнего обновления. И смотрим. Час 42 и 18 секунд. И время замерло. Всё, я понял. Можно было не бегать. А здесь час 41 и 49 собраны в одно время. И время продуктов остановилось. Можно вот так вот сделать. Время продуктов пошло. Делаем вот так вот. Время продуктов остановилось. И это очень круто. На целых 20 предметов. Да, я так понимаю. 20 штучек мы можем вот так вот хранить. И это будет, ну, бесконечно. Я так понимаю, хранение, пока у вас есть электричество. Так, друзья. Как я и сказал, я хочу использовать вот эти фрагментики по-другому. Поскольку я понял, что в моём доме, ё-моё, как-то совсем очень сильно. Ну, совсем не годится и темно. Комплекты, другие объекты, мебель. Так, самый дешёвый способ осветить, это, конечно же, использовать тигели. Посмотрите, нужны только железные фрагменты. Это всего лишь один слиток железный. И растительные волокна. В отличие от тигеля, где уже нужно два медных слитка. Один железный, один рыбий жир ещё. Которого у нас, кстати, тоже куча. Или сделать лампы, которые будут жрать каждое по 10 ваших электричества. Плюс три железных слитка, одно стекло, две электрических детали. Я думаю, ну его нафиг. Вот эти тигели, это вообще самое простое, самое дешёвое средство. Вот это всё дело подсветит. Только я думаю, как бы это всё так сделать. А вообще, вот на углу можно поставить, да. Чтобы у нас было относительно, ну как-то светло, что ли. Вот где, где его притулить. Так, здесь, кстати, как-то тоже нужно наш склад подсветить. Пусть будет вот одна здесь. Не знаю, хватит ли на всё это ресурсов и материалов. Но очень бы, конечно, хотелось. Одну здесь, одну здесь и, возможно, по сторонам. 10 штучек использовал, не использовал. Я, если честно говоря, не посчитал. Откуда это отбивает свет? Мне кажется, с соседней комнаты. Ну что ж, давайте попробуем всё это дело зажечь. И посмотрим, как... А, волокно, волокно, волокно. Волокно у меня просто валом. Поэтому я, в принципе, не переживаю. Вот так вот возьму две пачечки. И на всё, я думаю, должно хватить. Что ж, ёлочка, зажгись, как говорится. И давайте это всё дело подсвечивать. Раз. Готов. Так, смотрим. Вот здесь два. Прикольно зажигается. И самое главное, что их не нужно, я так понимаю, восполнять. Там бесконечный запас там то ли масла, то ли жира. Скорее всего, животного жира. Который используется и горит просто вообще. Смотрите, наша комната сейчас вообще будет шикарно. Мне кажется, подсвечена. Трёхточечное освещение. Вообще шикарно. И вот здесь, в прихожке, как-то получилось темновато. Если у меня сейчас останутся слитки, и здесь как-то можно использовать ещё на три лампы. На три лампы у меня хватит. Так, ещё раз. Объекты, мебель, тигель. Так, тигель, тигель. Ай-лю-лю. Так, вот здесь. Ну, как-то хочется, я всё люблю симметрично. А здесь не симметрично. Ну, можно поставить. Ладно, две лампы вот здесь. Раз, два. И одну ещё запихнуть куда-то. Вот здесь, мне кажется, место. Ну, блин, как-то... Ну, давай вот здесь тогда поставим. Чтобы это всё разные уголки комнаты пыталось подсветить. Шикарно. И вот здесь ставим. Сейчас посмотрим. Шикарно. И ещё одну. И будет просто вообще отлично. Заходишь. Вот такое, как в каком-то замке, да? Ну, отлично. Отлично. Уже лучше, чем было. Комната вообще хорошо подсвечена. Рабочая здесь зона тоже. Можно будет по бокам ещё поставить. Но у меня закончились фрагменты. В принципе, намного лучше, чем было. И уже можно не использовать фонарика. Вот такое жёлтое, тёплое освещение. Уже довольно приятное. Что ж, друзья. Холодильник мы с вами построили. Посмотрели, как это всё дело работает. Про продукты теперь не портятся абсолютно. Все условия в доме. И водичка в доме. И, в принципе, большинство уже предметов, агрегатов, оружия, брони, одежды, крафта. Всего мы с вами использовали. Есть ещё, что посмотреть в строительстве и меблировке. И, конечно же, если вам это интересно, пишите в комментариях. Нам нужно какую-то сделать такую подытоживающую серию. Попробовать это всё дело закончить. Хотя можно, в принципе, обновлять стены и очень много чем заниматься. Но у нас на подходе следующая игра. Поэтому мы с вами обязательно ещё здесь что-то такое построим, отмеблируем. И перейдём уже к Сабнатике Беллоу Зеру, которая скоро начнётся на канале. Друзья, не забывайте писать ваши ценные советы в комментариях. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте. И, конечно же, до скорой встречи в новом видео.